Привет. 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 Вы откуда? Вы откуда? Россия, Сибирь, город Красноярск. Вы откуда? Я из Литвы. Я из Литвы. Вы родились в Литве или переехали? Вообще я родилась в Казахстане, а в Литву переехала. Ой, да ты же моя дорогая, землячка еще, охереть надо. Да, я с города Ерминтау, это Целиноградская область, переехал в Россию в 97-м году. С 97-го года живу в России. А вот знаешь, ну вот мне еще хотелось тебе такой вопрос задать. Вот все там думают, да, там в России там санкции, там мы там не доедаем, не допиваем, как некоторые говорят. Извини, заматает, а такой у нас есть все. Вот начиная, я не знаю, от черной, красной икры и креветки, все что угодно, любая продукция. А откуда у нас есть? А у тебя там в России где-то? Юля, я тебе сейчас объясню. Братиш, достань, пожалуйста, бутылку. Ну, Владимир, что? Я тебе, Юля, сейчас все объясню. Вот смотри, они когда начали езваться, грубо говоря, там, вот мы на вас ведем санкции, не санкции, грубо говоря, вы у нас там будете горку хлеба там, с карасен там и сырой картошкой хавать. Вот смотри, вот мы вот сейчас вот пьем вот такой вот виски, оно называется Наки Томпсон, это аналог Джек Дэниелса, только его выпускает Ставрополь. Оно очень хорошего качества, мы его пьем, вот как санкции вели, стоит дешевле Джек Дэниелса, мы от него не болеем, оно очень вкусное. Цена? 700 рублей, это 700 рублей, это перевести от 100 отнять. 7 евро стоит вот это виски у нас. 7 евро. Вот, ну смотри, не во всем. Дальше, кока-колу мы научились сами делать, фанту научились сами, спрайт сами научились делать, баунти научились сами делать, вот это вот все мелочи. Влажные салфетки, памперсы, не памперсы. Одежду нам сейчас Иран шьет. Вся одежда, которая брендовая, нас приходит, она под импортозамещением. Конечно, можно взять с Китая, прям Найк, Рибок, Адидас. Ну, я тебе честно, Юля, скажу, качество такое говно. Вот Иран нам шьет лучше, чем вот, грубо говоря, мы берем вот такие вещи в Китае. Мясо, рыба, у нас, конечно, были какие-то, я не знаю, кто это придумал, там яйцо у нас подорожало. Вот вообще просто без космоса кто-то взял ценники и задрал. Кто-то решил там, наверное, я не знаю, там на Галенвагена заработать, либо с Россией уехать. Ну, сейчас Владимир Владимирович увидел это все, у нас ценники выстоялись, опять нормально. То есть яйца стали нормально. Но дальше тебе интересно, откуда все это везется? Это везется Казахстан, это везется часть какая-то Белоруссии, Таджикистан, Узбекистан, Татарту. У нас очень сложно. 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 Да, да, ну а что нам делать? Ну, то есть если, как тебе сказать, там, привык кто-то там моет пить, да, это шампанское, грубо говоря, там. Вот он не видит его по-другому, чтобы на Новый год там девчонка там не пьет, тут надо. Люди привозят, все это двигается, все это есть в магазинах. Это как бы нормально. А, получается, россияне через Казахстан там закупаются и привозят в России. Это казахи едут к нам продавать, грубо говоря, потому что денег хотят заработать. Потому что там курс другой, деньги другие, они на вот этой маржи перекрывают все границы, едут, продают нам. У них выбора другого нету. То есть зачем гора пойдет к Магомеду, когда Магомед придет к горе? То есть зачем мы побежим? Конечно, конечно. А им куда без нас тоже деваться-то на самом деле-то? То же самое смотри и с машинами. Ну, сейчас нам говорят, вы не будете ездить на BMW, вы не будете ездить там на новых тачках. Юля, вон, Мерседесов как грязи. Мерседесы, BMW, Audi, новые китайцы. Чтобы ты понимала, я не буду там гордиться, хвалиться. Мы не так давно с товарищем ездили, купили мне Mazda 6-ку, свежую. Ну, что у меня 2015 год, я его одного владельца брал. У меня вот здесь деталь сломалась, то есть ее как бы нету. Ну, и как бы по каталогам ее можно заказать, за бастословные деньги привезти. Я нашел за 10 тысяч мне Казахстан ее новую отправляет. Ну, то есть не работает это. Людская алчность и желание заработать, она, мировоззрение мировое, оно отключает это все. Россию невозможно вычеркнуть от вот этого вот всего на самом деле. Это то же самое, что у нас покупает, смотри, и нефть и газ, и Индия покупает, и Китай покупает. И вот эти вот там СМИ читаешь там, ой, нас там отключили от свифта, отключили от каких-то банков. Потом проходит время, подключили уже все. Уже поняли, что на бизнес облом, на деньги-то как-то надо зарабатывать. Вот как-то вот так это работает на самом деле. Мы теперь на Хавалах, на Ли-9 ездим. То есть машиной по совершенству я не сделаю. А пока не ясно еще? Вот пока не ясно еще. То есть посмотрим, как они себя вообще поведут в дальнейшем. Ну, пока катаемся, пока ездим. И чтобы ты понимала по комфорту, по функционалу, все что в них есть по медиа, мультимедиа. Я тебе хочу сказать, Мерседес, наверное, курит сзади на самом деле. Вот серьезно тебе говорю. Вот то, что мы видим. И Китай развивается, и Китай считает нас партнером на самом деле. То есть мы все пытаемся что-то как-то вывозить это, что-то импортозамещение, что-то делать. Но мы живем, мы не обламываемся. А просто понимаешь, Европа и Штаты, грубо говоря, они делают... Ну вот смотри, гермейстер ушел от нас. Поняла, да, алкоголь? Да. Все, у нас теперь свой появился. Вот вы чего добились? Мы столько лет у вас кормились. Ну и все. Дальше там, ладно, колу я тебе рассказал, конфеты. Арашен есть такие конфеты. Украинские. Украинские. Вся, которая была база на территории России, мы это национализировали. То есть все, теперь это наше. Теперь мы эти конфеты будем делать сами. Мы послали, короче. Вольцваген ушел, Порше ушел, там, Мерседес ушел. Все, мы на их заводах делаем теперь танки, что-то собираем там, какие-то там ларгусы, нивы лепим. Мы же не хотели, чтобы вы выходили. Ребята, мы вас не выгоняли. Работайте, двигайтесь. Почему вы так захотели? Вы хотели нас ниже плинтуса опустить? Не получилось, а теперь вы локти кусаете. А в чем проблема-то? Так ты посмотри, как Арабские Эмираты с нами двигаются. Они понимают, догоняют, кто сильный, кому держаться надо. Нефть продаем, газ продаем, в Дубае мы летаем. У нас там вообще для русских дорога открыта. Ну там много богатых русских сейчас живет. В Дубае? Да. Юль, я не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты поняла, не столько сколько богатые, наверное, сколько минеталитет у русского человека, что мы можем год поработать плотно. Не то, что там картошку хавать и макароны с колбасой. Просто не выпивать там, как-то ограничивать себя. Но мы можем себе позволить, даже вот средняя статистика в провинциальном городе может улететь в Дубай. Я, чтобы ты понимал, открывал горящие путевки. Буквально вот у меня Кума работает на горящих путевках. В Таиланд можно было улететь буквально две недели назад в 4 с плюсом. Я тебе скажу, ценник только за путевку. Путевка стоила 73 тысячи на человека. Это включен был завтрак и ужин, обеда не было только. 73 тысячи. Давай переведем. На сколько это дней? Это 13 дней 14 на челюсть, с точностью да наоборот. То есть это то, что нам предлагает Россия. Мы улетаем в Таиланд. На 1 евро сколько выходит? 73 тысячи, получается 100 рублей и 1 евро. 73 тысячи. 730 евро. 13 дней, да. Это практически лакшери. Ну то есть все. Там можно сказать есть все. А самолеты? На российском самолете туда можно лететь или на каком? Ну насчет этого я не знаю. У нас сейчас что-то с самолетами беда. Насколько я знаю. Там что-то. Ну я все-таки думаю, что на российском самолете. То есть нам начинают говорить, да, я там разговариваю там с ЕС, с Европой, там с русскоязычными либо там на ломаном английском. Вот вы там там в каменном веке. Да в каком в каменном веке? Вот там Эпплов нету. Он как говна, блять, этих Эпплов лежит. И вочи, и планшеты, и телефоны. Они вроде не работают. У нас сейчас BMW отключили, BMW и Mercedes CarPlay отключили от телефонов пока. Но русский Ванька нашел обход. То есть там они какой-то китайский модуль ставят, и у нас все работает обратно. Вот пять тысяч рублей или десять там платим и заново там с айфоном двигаемся, музыку слушаем, там карты навигации, все работает. В общем, как-то так вот. Слушай, ну я по крайней мере тебе скажу. Это мнение здравого русского человека, который живет в России с девяносто седьмого года. Вот я тебе ни в чем не обманул и тебе сто процентов правды рассказал. Да, есть свои нюансы, конечно, в России. Но, хочешь заняться бизнесом, у нас дают деньги. На развитие малого бизнеса. Мало-немало, я тебе сейчас скажу сколько дают. Ты денег дает или как? Нет, государство тебе денежки дает. Прям государство. На какой именно бизнес, к примеру? Ну вот, к примеру, я мужик. Ничего не хочу ни на кого работать. Муж на час хочу, к примеру, открыть. Понимаешь такую услуги? Вот ты мне звонишь. Вот сейчас ты мне звонишь. Говорит, Михаил, придите ко мне, отремонтируйте меня кран. Вот. Вот. То есть, я тебе скидываю реквизиты своей карты. Ты меня оплачиваешь. Я плачу за это налоги. У меня идет отчетность. И все. Я вот так вот двигаюсь. Реклама, сайт, интернет, все что угодно. Государство мне вот на вот это вот дает полмиллиона, к примеру. Приблизительно, да. От пятиста до миллиона. Так, миллион это десять тысяч евро. Она мне дает, чтобы я развился. Безвозмездно? Я только должен платить налоги и в течение трех лет отчитаться. И потом дальше жить по совести и отчитываться. Вот я вот потратил, к примеру, миллион рублей. Десять тысяч евро я потратил. Вот я вот. Они пришли мне, проверили. Ага, лобзик, не лобзик, там ключи там и тому подобное. Компрессор какой-то. И ты брал вот эти деньги из государства? Я очень хорошо в России зарабатываю. Поверь мне. Ну а есть знакомые, которые пользовались этой программой? Да, взяли. Есть. Есть. Вот прям у меня на работе. У меня брали? Куда? У меня брали? У меня брали? Не просто. Они прям взяли и они прям работают. Все. Они прям вот купили инструмент у меня на работе. И продолжают работать. И все они. А, ну есть еще такой момент. Смотри, ты приезжаешь вот там с Литвы, ты ничего делать не умеешь и захотела жить в России. Подала документы на гражданство. Идешь в МФЦ. У нас есть такой орган, который занимается именно физическими гражданами. Устал. Сейчас, Юлечка, я выпью и расскажу тебе. Устал. Ну и все. Вот, то есть ты приехала сюда, хочешь жить и не знаешь, с чего начать. Вот ты вот решил, эта девушка, хочу парикмахером быть. К примеру. Ага. Пожалуйста, бесплатно курсы парикмахеров. Тебе лучшие специалисты будут учить. Ты научишься стричь. Тебя устроят на работу. И денег еще дадут. И денег еще дадут. Вон, вон, Сашка говорит. Да. Триста шестьдесят пять тысяч. Три тысячи шестьсот пятьдесят евро тебе дают, чтобы ты купила вот эти трусики-бусики, с которыми ты можешь там снять, вот грубо говоря. Ты даешь отчет. Да, да. Я уже Юле объяснил, что ты даешь отчет, при котором действительно ты не обманываешь государство. Ты действительно это все купила. И все, иди стриги. Пусть тебе денежки на карту скидывают, на твой ИП-карту, с которой ты платишь налоги, ты достойный налогоплательщик. Ты живешь, ты все честно зарабатываешь деньги. Ты удивлена? А, парадокс. Нам за детей деньги дают. За детей это я знаю. За детей это я знаю. Нет, за детей нам добавили. Нам сейчас нормально за детей денег дают. Сколько тебе? Сколько тебе? То есть у нас за первого... 440 рублей сейчас за первого ребенка? За первого ребенка? За первого ребенка? 500 уже добавили. Юлька, Сашка, я отвечаю. Я читал, вот все, 500 ввели. Первый ребенок 500... А Линки Гнадьевич из сервертикана 440 дают? 400. Первый ребенок 440, видимо, ведут. Это 400 евро дают, если мы рожаем первого ребенка. А за второго ребенка, по-моему, 700, да? К 800. К 8000 евро дают за второго ребенка, если ты рожаешь. Если ты рожаешь третьего ребенка, тебе дают в России землю, чтобы ты могла дом построить, где ты хочешь. И денежная там еще. И еще там 100 с чем-то тысяч тебе бонус, как мать-героиня, за то, что ты третьего ребенка родила. У нас сейчас мужичков мало становится. Где-то молодежь забирают, поэтому как-то вот... Видишь, как бы государство одабривает немножко и такие нюансы. Но все равно молодежь есть, молодежь учится. Институты, предприятия создаются какие-то. В принципе, все неплохо, все хорошо. Я тебе действительно говорю правду. Я тебе ни в чем не обманываю. Вот так.